Стабильной и устойчивой по итогам года оказалась экономика Китая. Темпы роста ВВП страны составили 6,9%. Это значит, что правительство почти осилило намеченный порог в 7%. Показатель неплохой, отмечают в Пекине, и строят планы на будущее. Несмотря на кризис, Китай не сократит объемов потребления основных видов товаров и сырья. Такой сигнал мировой общественности подал глава Госкомитета КНР на специальной пресс-конференции. Китай – достаточно сильная страна, способная преодолеть любые трудности, заявил Сью Шаоши. По его словам, страна продолжит в полном объеме импортировать железную руду, удобрения и нефть. Главная причина снижения мирового экономического роста – это падение стоимости сырья во всем мире, что привело к снижению заказов. Но Китай не прекратил покупку сырья в большом количестве и даже еще больше увеличил. Инвестиции в бизнес-проекты – главный стимул для экономического роста, считают в Китае. Однако сейчас здесь пересмотрели приоритеты, и теперь правительство старается направлять основную долю средств в сферу инновации, образования и медицины. Отдельное внимание планируется уделить западным и центральным регионам страны. Общая сумма инвестиций, вложенная правительством сейчас, составляет 500 миллиардов юаней. По сравнению с инвестициями, направленными в основные фонды, этого немного. Поэтому в будущем мы должны привлечь социальный капитал в новые проекты и развивать систему государственно-частного партнерства. Существенное влияние на мировой товарооборот оказывает именно Китай. 14,5% нефти, около 60% железа и почти 6,5% автомобилей, произведенных во всем мире, покупает эта страна. Поэтому стабилизация второй экономики мира жизненно важна для дальнейшего развития всей мировой экономики. Все ждут весны, когда состоится Всекитайское собрание народных представителей, на котором будет принято, как ожидается, стратегия развития страны на 2016 год. Субтитры создавал DimaTorzok